мне очень приятно видеть такую обширную аудиторию постараюсь ответить на все вопросы и сначала те вопросы которые мне задавали последнее время с такой чистотой здесь вот еще один микрофон с такой чистотой что я вынужден их на них ответить хотят узнать какое у меня рабочее место самый пошлый стол выпущенный в советском союзе какой канцелярский стоил с нас продажи 15 рублей но лишь примерно на нынешний день я думаю 500 значит рад рабочее место такой на нем стоит компьютер и авторучка лежит бумагой потому что я часть пишу часть набираем планирование времени как вы знаете время никакого значения не имеет вообще потому что как старый анекдотик про доктор доктор я умру обязательно умрете поэтому время значения никакого не имеет потому что если вы глянете на себя на свою жизнь то увидите что время то вы не помните вы помните только события которые с вами происходят у вас украли кошелек вы вздул ума женились и вышли замуж у вас появились дети у вас умерли родители у вас появилась квартира расширилась квартира разбилась машина еще выполнить события или наоборот приятные какие-то поехали в отпуск хорошо отдохнули сходили в зоопарк увидели родственников обезьянники ну всякие такие приятные вещи нашли много общего это шутки все но человеческое время она собственно его нет мы измеряем нашу жизнь событий которые отталкиваемся и собственно говоря жизнь человека она должна быть заполнена интересными делами и когда я об этом говорю я обращаюсь к людям говорю что ребята интересные дела это не то что вы делать что-то полезное табуретку помогаете собакам кормите балупей нет интересными делами для вас которые оставят вот эти самые отметки времени и это и есть интересная жизнь ничего кроме событий вы не помните вы не помните что там вы стали ровно там в 10 часов 5 минут и там сделали то 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 вы помните события что вы встали наступили на кнопку вчера броненную вот это вы запомните то есть событие это то что происходит с вами лично то что представляет как говорят психологи ментальный след вот этих ментальных следов должно быть много это значит жизнь должна быть интересная и разнообразная собственно говоря все планирование состоит в том чтобы это эти события появлялись теперь над чем я работаю работаю я на второй частью вот этой книжки потому что морфология сознания как вы знаете кто читал она посвящена тому как мы изготовили детеныша и как потом его мозги развиваются у трубе матери что эти мозги могут сделать что не могут сделать что произойдет происходит с этими детенышами нужно ли их учить нотной грамоте четыре недели когда у них не ушей не мозгов ничего нет ну и так дальше то есть нужно ли там заботиться о их интеллектуальном развитии и говорить исключительно пяти языках после шестого месяца внутриутробного развития хотя этот ребенок тоже ничего не слышит да и не видит то есть насколько мы знаем о том как развивается человеческий мозг и что он действительно может успеть что не может очень просто потому что современная бизнес психология особенно детская она заполнена всякими мистификациями бедных мам их мне очень жалко и поэтому книжку написал что женщины молодые которые хотят тут не появились ну как минимум не дураки так ты их беспокоит они хотят чтобы были на сушники день или то уж не хуже других особенно тех кто все таки задумывается зачем я рожаю детей вот я их мороща там заставляют есть эти гадости от которых ничего хорошего получится заставляют вести себя неадекватно и для того чтобы было понимание у женщин я специально написал ту книжку на обращение столько мужчин если они начали считать значит они уже все прошли и выжили смотря на теринскую заботу поэтому это обращено снова к молодым женщинам которых еще есть какие-то перспективы имеется ввиду по выращиванию девчонышей и вот здесь разбирается момент что как происходит с мозгом когда есть опасность получить уродца от чего как можно простыми там витаминами например вызвать анонцефалию ну их недостатком тоже можно кстати очень много таких проблем которые лежат на поверхности ответы известны на них уже там пятьдесят или сто лет а тем не менее они являются источником такого облигатного паразитизма как врачей так и психолог что собственно говоря очень обидно потому что бедные маленькие тратят деньги силы время самое главное роду своих детей вот об этом эта книжка до примерно начало полового созревания понятно что это самое интересное потому что когда ребенок растет его мозг формируется вдруг он пошел в школу стал что-то учить пять школу лучше похоже идти потому что мозги не зряло и там социальная травма коммуникационная может оказаться больше чем образование получил ребенка лучше чтобы они с окрепшей психики подошли кто начинает учиться прогрессировать и все кажется хорошо вот он наконец-то что-то осознанное появилось в глазах и в этот момент начинает наступать священный момент половое созревание глаза мутнеют и мозг перемещается ниже пояса и все с этого момента значит те полученные знания которые бесценны надо успеть дать побольше закрепить они заменяются инсентивным гормональными половыми процессами которые как тут рассмотрим в втором томе над этим я работаю это основная часть плюс книжка посвященная возникновению мозга человек которая тоже будет теперь в двух домах и вы это о том как в эволюции наш мозг складывался как нам это дорого обошлось и сколько своих родственников мы сели просто уничтожили для того чтобы дожить до сегодняшнего дня поскольку это тоже процесс связанный с эволюцией мозга точно наш мозг никуда не делся он не укушился он не улучшился он стал другим эволюция продолжается до сих пор и чем дальше тем быстрее это вот есть книжки я церебральный сортинг вот эта книжка фиолетовая это уже второе издание этой книжки первое к сожалению исчезла за год и готовится сейчас третье уже издание этого этой работы а он посвящен тому как раз что происходит уже созрел мозгами человеческими тоже над этим приходится с ними работать поскольку и и новые сведения появляются и некоторые соображения возникают я не гений мне приходится дорабатывать свои книжки к сожалению и зачастую многие вещи будут упущены в первых изданиях вот над этим работаю собственно говоря то есть работа ведется как бы на подобном направлении заканчивается второй том морфологии сознания взрослеют а взрослеем и поздно многие вас еще вижу здесь много незрелых особей до тридцати лет до тридцати лет еще шансы есть минут он подумал уже шансов нет дальше потом склероз маразм и всеобщее счастье то есть том смысле что после тридцати мозг стабильно нейроны погибают по три грамма карты через каждые 10 лет после там 50 уже на 100 грамм легче становится просто до 50 это не так за ну то есть одна книжка это посвящено развитию человеческого мозга и том созревание в том числе в половине голового головой дифференцировки а вторая книжка который тоже работает на морфологии сознания которая связана с прошу прощения церебральных сортов связанных с эволюцией отбора потому что он идет непрерывно и мозги сги наши меняются мы совершенно другие нежели там столетие даже 150 лет назад это результат невидимой руки отбора потому что у нас я еще поясню раз у нас отбор действует не эволюционный не то что кого-то съели кого-то нет дело в том что мы сами экспериментаторы такие своеобразные мерзавцы которые сами являются и кроликами подопытными и сами являются экспериментальными мы сами себя отбираем по определенным признакам и особенностям которые в книжке церебральный сортов это происходило всегда с той поры как человек стал на две ноги 4,5 миллиона лет назад и начал жить социальной жизнью поскольку социальные отношения оказались важнее биологических преимуществ значит у нас не было больших звуков у нас не было клыков когтей и прочего мы вынуждены были за счет нашего мозга эволюционировать и мозг увеличился почти в 4 раза за эти 4 миллиона лет такого ни с кем от животных никогда не происходило это означает что основная наша эволюция шла как раз по пути отбора мозга с заданными свойствами вот как это происходило здесь не было вот о чем и над чем собственно говоря я работаю но кроме этого естественно еще есть такая текучая работа которую мне приходится делать это эмбриологические особенности патологии мозга человека потому что в работе мы нужно смотреть там и эстологические исследования экспериментальные эмбриологические и сравнительно эмбриологические ну и патология такая же как всегда как вы знаете всем болеем некоторые даже умирают в конце концов поэтому там всякая работа связанная с этими аспектами тоже есть так что вот примерно какая ситуация на чем мы работаем чем занимаемся ну две минуты еще скажу еще есть деятельность связанная с разработкой нельзя называть это искусственным интеллектом потому что естественно по большинству нет а вот искусственный то что называют поднимают под этим это создание таких нейроноподобных биоподобных с нейросетями не путать никакого отношения не имеет систем которые бы позволяли не то что имитировать но уподоблялись бы неким биологическим принципам организации мозга этим я тоже занимаюсь в том числе набирать специалистов этой области значит кто хочет может прислать свою заявку на сайт издательства видео потому что скоро начнутся собеседование проект есть но здесь нужно не только программировать но и чуть-чуть соображать то есть так оригинально отбирать буду не я я буду только собеседовать а отбирать будут профессионалы в области программирования всяких других областях передовых компьютерных технологий значит теперь собственно говоря после такого введения том чем я занимаюсь я готов услышать любые ваши вопросы ответить на них ну в рамках своих возможностей подскажите пожалуйста вы знакомы с работами анатолия клёсова и влияет ли днк генеалогия на структуру мозга вообще в днк заложено довольно ограниченное количество информации там нет формы мозга не надо думать что в диноме сидит гомункульс такой вы знаете было во времена значит когда считали что есть живорот веке и вот значит есть маленькая копия человечка просто не видимо вот генетики примерно такое отношение до сих пор геногеном может очень ограниченные возможности он может закодировать белки ферменты и скорость синтеза этих соединений все остальные вещи происходят по совершенно другим принципам это называется сейчас эпиденезом не прошло и 30 лет после того как я этим стал заниматься активно обсуждать эти вопросы в научной печати как и до буржуев дошло то что теперь любой учебник возьмите откройте там все начинается так вот как изменяется форма организма в процессе развития неизвестно но после того как включаются гены все происходит следующий вопрос такой толщины книжки значит поэтому геном эта вещь достаточно ограниченная регуляционная потому что в процессе развития и у человека и у многих других животных то есть у всех огромное количество клеток гибель но приведу пример почему спинальных больных не лечили то есть после травм возводочных и лечить в возримом будущем не будут несмотря на все вранье про стволовые клетки потом сейчас они как нервы вырастут и все спинальники с колясок поднимутся и побегут как вы видите прошло 30 лет ничего нет то есть все это вранье и колоссальные деньги вбуханные в эту профанацию закончились ночью а в чем дело дело в том что в спинном мозге 85 процентов клеток норме в нормальной жизни у нормального дембриона погибает то есть генетическая детерминация скажем она крайне условно выживают те клетки которые спинном мозге которые первые добрались до органов мишени установили себя почему я так долго рассказываю я пытаюсь объяснить на ярком понятном примере что генетическая детерминация в этом отношении особенно в том случае когда идет массовая клеточная гибель как инструмент развития ну классический пальцев между пальцами у нас вот фрагменты клетки располагающиеся они просто умирают поэтому образуется пальцем а если они не умрут то будут срочные пальцы от серьезной детской патологии лечества к хирургическому то есть там где есть массовая клеточная гибель а в мозге много такие представления детерминации генетически тем более поведение они скажем так очень услуг поэтому говорить о том что существует жесткая генетическая терминация значит нас отбрасывать во имена трофима дениса челосянкова или при депешинской то есть генетика сейчас такие функции выполняет почему потому что они считали что если долго тренировать собаку на пищевой рефлекс мол где-то перейдет впоследствии в геном это будет врожденный рефлекс то есть базовый не условный а безусловно вот например в таком уровне теории работают современные генетики сожалению потому что мозг состоит примерно из трехсот структур основных 150 миллиардов нейронов и никто не знает какие клетки погибнут какие останутся поэтому говорить о детерминации тем более наследственной детерминации можно конечно кроссов абсолютно прав но в отношении насекомых там где 50 70 100 тысяч нейронов и там где действительно терминация довольно глубокая там можно на протяжении нескольких десятков а то и сотен поколений проследить связи нейронов которые будут повторяться в каждом дихотомическом ветвлении это действительно у насекомых есть у человека при таком объеме нейронов и таком объеме связи даже если пустить всех 25-30 тысяч генов на то чтобы детерминировать развитие нейронов их все равно примерно в 50 тысяч раз меньше чем нужно поэтому генетические идеи красивые понятные ну так например как когда нам рассказывали про митохондриальную еву сто тысяч лет назад мы все произошли от одной мамки ее назвали митохондриальной евой поскольку вот могли по парадигмам генетиков значит митохондриальных различий у нас очень мало на самом деле это вранье как вы понимаете поскольку митохондрии всего там чуть больше двух десятков генов которые по закону умозрительной генетики не могут не возникать мутации в новом месте которые не могут исчезать никогда и на основании вот таких глупостей они создали эту теорию сто тысяч летнего происхождения человека на самом деле как показано позапрошлым году было было несколько больших статей когда из одного из одной единственной клетки с помощью молекулярных приемов вытащили митохондриальная днк из разных участков митохондрии и посмотрели оказалось что может быть 10 вариантов митохондриального генова внутри одной клетки поэтому построение такого рода они не просто с точки зрения антропологической и генетической являются глупостью они еще методически некорректно поэтому так утверждать довольно сложно то есть никаких научных оснований на эту тему нет давайте следующим спасибо пожалуйста я хотела бы спросить может ли наш мозг работать как передатчик и приемник получаете информацию с информационного поля или пояса земли о котором писал вернамский также взаимодействует со структурами тонкого мира энергии эфира и способствует ли этому зеркала козырева и вот как говаривает книга определенного содержания уже есть в информационном поле нужно только ее уметь скачать да это чудесно если бы так было зачем мы бы собирались значит дело в том что мозг и так работает как приемник и передатчик вы собственно говоря их сейчас занимает только что-то издавали сейчас их принимает точно тайны никакой нет другое дело то что многочисленные мазулики разного происхождения там заклинатели змей там махать или рук и прочее прочее как вы помните не так давно у нас были такие авантюристы которые по телевизору заклинали помните конечно вы что мне однажды позвали судебные медики гв и сказали смотри что творится вот видно что человек лечился пока шпировском вот видите у него портрет к шпировского примота на веревочке к причинному месту нет а вот уже мы встретились в морге как вы думаете вот это насчет тонких жил значит если говорить серьезно то какое там информационное поле но информационное поле это эксгумация старой истории про существование теологической предустановки все то же самое все 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 из 13 века когда вам говорят о том что да все есть все предсказано все детерминировано и мы только значит реализуем некое событие неправда так не бывает потому что если бы все было так то например на чем слава восстановились все физиологические школы в том числе иван петрович павлов и последователи его и сечин и потом институт высшей нервной деятельности и все остальные в чем дело простой детский вопрос но если человек думает и связи как все уже есть то что вы говорить ну все связи есть только осталось как они говорили по ним пройти то есть активировать ну да да это шопенгау в чистом виде значит человеку не надо трогать руками он сам созреет и сразу изнутри весь раскроется в цветах деньгах и бухгалухами мысль вся будет изнутри раз уже все предустановлено но на этом основании собственно говоря мы тогда должны всех изолировать друг от друга и отсюда возникла где в конце девятнадцатого века идея детского сада детский сад знаете то есть ребенка воткнул и я не шучу серьезная теория почему возникло дошкольное воспитание уже где ребенок все заложено только создать если надо его кормить он сам раскроется по шопенгау рука там остальные волонтеристы мелкие на самом то деле если мы я уже об этом писал много раз и говорил если ребенок оказывается вне человеческого общества между там семью тремя семью годами то он никогда в человеческое общество обратиться не может но если все в эфире то почему в него не попал если все уже в мозге предуготовлено почему не организовывается нет но это сознание развивает какое сознание вы о чем говорите вы мне задали вопрос значит вот надо считать некое информационное поле так покажите мне это информационное поле это что но вернадский вы знаете жил очень давно мягко говоря его идея на сфере она конечно очень хороша но степень ее абстрактности запределим то есть понимаете примерно то же самое что как теория струн вселенной что все галактики расположены на струн потом выяснил что из черной материи все это не так понимаете то есть но есть умозрение глобальное которое очень приятно конечно человек додумался до этого но к реальности они любит никакого отношения информационное поле это тоже содержит информация сформации не стали что если него никакого информационного поля не известны мы никакой таком или даже электромагнитный толку считать ар conosco у нас есть металла такая ли у нас если поместить в электномагнитное поле то у нас ок Теперь ainsi войтицев в игру получше это он Рептилии многие, лекопитающие, морские. Но инструментов у нас нет, считывать это все. Поэтому, к сожалению, люди, которые углубляются в это самое ментальное поле информационное, что-то особым интеллектом не отличаются. Хоть кто-нибудь, да бы пробрался к нему. Зеркала, при помощи зеркала. Ну, зеркала и отражают свет. Ну и что? Нет, вот эти вогнутые козыры. Ну и что, вогнутые есть. Есть еще вогнутые шваши, зеркала, которые рентген отражают. То есть, дело в том, что никаких объективных научных оснований для существования каких-то информационных, ментальных, трансцендентных и других полей нет. Инструментов считывания мозга таких тоже нет. Мозг не обладает такими инструментами. Они у нас очень грубые, очень простые. И к тому же результаты этого считывания нигде не скатываются. Поэтому я не считаю, что это возможно. Давайте следующее. Следующий вопрос тогда. Сергей Вячеславович, три вопроса, если можно. Нет, один, потому что еще есть другие люди. А потом, если… Тогда один. Почему наша иммунная система как враждебно относится к нашей нервной системе вообще и к мозгу в частности? Ну, как мы говорим. Вам должно быть сразу ясно, что мозг – это порядочная дрянь. Конечно, всякий организм хочет от него избавиться. Один вред от мыслей и всякого другого. Сколько они вам неприятностей доставляют. Это в качестве шутки, а в качестве серьезного ответа. Дело в том, что в нервной системе довольно много белков разнообразных. И для того, чтобы обучить эту нашу несчастную иммунную систему распознавать свои чужое, никакого генома, никаких информационных молекул, которые чувствительных располагаются на поверхностях, не хватит. Поэтому проще просто изолировать. Потому что вы поймите, что наша иммунная система приучается к окружающей среде еще внутри утропы матери. Я вот даже описываю ситуацию. Ребенок, примерно, с шести месяцев начинает пистеракать и глотать все это дело. И вдыхать. Он ведет себя довольно отвратительно. Он тренируется. То есть, на самом деле, его иммунная система запознает это все. Он захватывает, пытается глотать это все в утропе матери еще. Плавая вот в этих какашках. Ну, нормально. То есть, не надо удивляться. Тогда я кому-то посоветовал, как собаке дать мышонка съесть, чтобы заселить нужный микроорганизм и кишечник. Я махалил ухами. У меня какашки тоже можно выживать. У матери есть. Это нормально. Хорошо. Незнание, понимаете, рождает. То есть, наша иммунная система очень долго приучается. Потом ребенок рождается. Почему надо делать всякие прививки и прочее, прочее? Потому что его иммунная система не готова. То есть, нужно кормить разнообразные пищи. Это очень хорошо, когда дома есть какая-нибудь скотина. То есть, собака, кошка, еще кто-то. Причем потому что микроорганизм идет огнем. Иммунная система постепенно нарабатывает и в тимусе до этого, и в других иммунных органах. Нарабатывает опыт. Мозг так разнообразен, что, к сожалению, ни на что больше не останется. Понимаете? То есть, так грубо. Поэтому проще оказалось его изолировать. Тем более, все равно изолировать было надо. Поскольку нервная система нуждается при проведении в специальной среде вокруг каждого аксона и гендрита. Поскольку сигнал идет по поверхности клетки за счет перезарядки. То есть, нужно создавать такой бассейн вокруг. То есть, каждый нейрон у нас, каждый отросток еще внутри обладает собственным бассейном, который состоит из так называемых глиальных клеток. А в мозге олигодентробилии, то есть, специальных клеток, которые изолируют каждые 150 миллиардов отростков. А там еще их в два раза больше, что у 6 аксона и гендрита. То есть, 300 миллиардов отростков. И через каждый миллиметр сидит боблиальные клетки, которые изолируют, делают бассейн индивидуальный вокруг этого всего дела, чтобы сигнал проскакивал. Поэтому, даже если мы заселим нейроны, как американцы, при жизни 20-ти лет, ударили мозги своим деньгодателям, о том, что мы вырастим нейроны, их посадим в спинной мозг. Ну, для борьбы с спиной. Я спрашиваю, а где вы возьмете сахунды, чтобы их кормить? А где вы возьмете глиальные клетки, которые должны их изолировать от окружающих? Ну, нет, в ответ, молчание. Или то, что я, как любят говорить все эти пиздельники, дураки, неправильно понял. Но от этого ни сосудов, ни глиальных клеток не появилось. То есть, нервная система защищена от нашего собственного организма из-за того, что у них огромное количество белков, которым обучить собственную иммунную систему невозможно. Поэтому возьмите вашу кровь и сдайте на антисела к нервной системе, выяснится, что вы свою уже иммунную систему нервными клетками всю жизнь иммунизируете. И чуть-чуть титр есть. Вы же пальцы режете, голову ударяете, там всякое другое. Так что, к сожалению, в этом дело. То есть, генетического ресурса не хватает. Даже на это не то, что на какие-то сложные вещи. Давайте. Вопрос короткий про музыку. Скажите, музыка является ли каким-то бредным стимулятором, или как с этим завязано? И чем вы посоветуете человеку заниматься в дороге, допустим, когда он изолирован? От него мало что зависит. Отдыхать или… Отдыхать в дороге – это оригинально. Не засните за рулем, если будете сильно отдыхать. Но вообще в музыке ничего плохого нет. Другое дело, что если у вас там наушники мощнейшие, да, этот добилетник, который возникает после этого – это тяжелая вещь. У большинства музыкантов – это известная статистика. Есть научные работы, подтвержденные, которые занимаются музыкой профессионально, в оркестрах. Я уж не говорил про этих полорайщников, которые поп-музыка. Эти вообще так делают дрянь, потому что у них очень мощное давление на уши. Они все глухнут с возрастом, очень сильные. То есть это взрушительное действие. Наши уши не приспособлены к таким длительным нагрузкам. Где-то в районе 80 дБ долго выдержать ноги. Это раз. Теперь второе. Если нечем заняться – учите китайский. Значит, единственный способ хороший – занять себя. Если вы будете, например, вам трудно учить по-нибудь язык. Найдите язык какой-нибудь поинтереснее. Ну, не китайский там какой-нибудь. Какой-нибудь диалект интересный, еще что-то. Или английский там в вариациях. И про себя думайте на том языке, который изучаете. Время пройдет незаметно. И от дороги не будете отвлекаться. То есть надо заставить свой мозг работать. А вот с этим большие проблемы. Попробуйте заставить. Действительно, глушить себя через дебильники во время – это отлично. А попробуйте заставить мозг работать. Да он вас сожрет. Вы через месяц скажете – давай лучше вот эту вот – один палка, два струна. Я хозяин, вся страна, послушаю. Потому что мозг активно сопротивляется любой разумной деятельности. Поскольку энергетический, я бы еще раз об этом говорил, он потребляет очень много энергии. Любое принудительное занятие, которое вы ему устраиваете, которое не является добычей еды, самки и выпендрежем, то есть лиминантности, это все не приветствуется мозгом, а наоборот отрицается. Так что найдите все занятия внутренние, внутри себя. Проще всего учить языки или хотя бы русский. Потому что я читаю иногда то, что мне присылают. Это вызывает некоторое беспокойство. Потому что когда на шесть слов восемь ошибок, это трудности уже, мне кажется, языком. Давайте еще. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за вашу работу в расцвещении народа и популяризации науки. Большая благодарность вам за это. У меня три вопроса, но... Давайте самый ядреный, который уже у вас сидит в печени. Я его на потом оставлю. Нет, а вдруг не успеете. Лучше сейчас. Вопрос я пока не успел прочистить ваши книги, но... Какой вы молодец. Ну, благодарить за... Нет, видео смотрели, все понятно. Идея церебрального сортинга мне более или менее ясна. Ну, не кажется вам, что эта идея, это примерно такая же утопия, утопия, кавычка, как и ресурсоориентированная экономика Жака Фреско? Ресурсоориентированная экономика, она не дает воровать. Понимаете? А церебральный сортинг дает воровать только на новом уровне. То есть, поэтому у меня шансов больше. То есть, почему? Потому что я что предлагаю, что не предлагаю, так сказать, заработать. Я предлагаю найти инструмент, которым тот, кто первый займется, тот украдет очень много денег. И в этом есть надежда на реализацию. Потому что, как вы понимаете, ничего хорошего на этой планете реализовать невозможно. Не из-за того, что мы плохие. Не из-за того, что мы не слышим, как там девушка со слабым мозгом там черекает что-то. Вот. Нет. Не поэтому. Речь идет о том, что биологическая основа человечества все-таки она иносит эволюционный характер. Мы еще слишком обезьяны. Поэтому соблазнить обезьяну можно едой, умножением и доминантностью. Тот, кто первый сделает церебральным сортингом, тот будет некоторое время управлять миром, пока другие не сделают. На это я и рассчитываю. А это не имеет никакого значения. Первый, кто отберет первых сто человек гений в прямом виде, естественно, он же отберет, чтобы заработать. Но первый, наверное, он два года будет зарабатывать. А потом его самого навертело. И причем он сам не заметит, как это произойдет. Он же гений подберет. Ну, книжку прочесть сначала. Книжку прочесть мало, надо ее понять. Читателей много, понимателей мало. Поэтому здесь, как бы, давайте еще раз. Пожалуйста. Большое спасибо за вашу книжку. За все. Я успела читать половину. Давайте там. Нет, вопрос какой. В последнее время, среди врачей, ну, такого, скажем так, очень подготовленных. Чуть грустно не слышно. Будет мнение, что если у вас в роду есть старшее поколение, которое выходит от патологии, то вы, в принципе, обречены. И это говорится и здесь всегда. Может быть, есть какие-то труды адекватные, которые можно почитать по этому поводу, чтобы лучше представить себе эти процессы? Ну, я вам давайте приведу другое. Значит, да, действительно. Здесь, вы поймите, это медицинская статистика. Просто у людей, у которых в роду была онкология, обычно, если онкология встречается, то радостно ставят галочку и говорят, вот видите, есть прямая связь. Но эта связь не всегда очевидна. Есть маркеры, например, я вам приведу маленькие. Это не совсем ко мне, это к онкологам скорее. Но поскольку я в теме, я могу сказать, значит, что есть маленькие такие толкости. Ну, например, есть онкомаркеры, которые проявляются, ну, например, у Анжелины Жалит, там, связанные с половой системой. Они могут проявляться всю жизнь и быть во высоких концентрациях. Но человек никогда от них не умрет. Почему? Умрет – это в совершенно никаких причинах. То есть наличие даже онкомаркеров не гарантия того, что у вас забьется заболевание. То есть вот в чем дело. Вы будете регулярно проверяться. То есть такого универсального ответа о том, что были онкологические больнии, значит, не было. И дальше будет только так и больше никак – это не гарантировано. Но все-таки все мы генетически связаны с папой и с мамой. Поэтому я не думаю, что как бы есть универсальный рецепт. К тому же разные онкологии проявляются по-разному. У нас у всех каждые примерно полчаса образуется одна клетка, которая может стать опухой. Но наша иммунная система с этим справляется. Потому что если бы она не занималась одним мозгом, то ее бы на все остальное не хватило. Поэтому нельзя сказать гарантированно, что это обязательно только так. Пожалуйста. Вопрос такой. А что делать, когда все кончено? Тебе за 30 и хочется дожить до старости в сознании? Что делать, когда тебе за 30 и хочется дожить до старости в сознании? Создание. Создание до старости? Ну это как повезет. А что сделать, чтобы как получилось? А так не получится. Гарантировать вам это никто не может. Нет, а что делать, чтобы как-то скручить. Так это очень индивидуально. Это непредсказуемо. Это зависит от очень многих вещей. В том числе от вашей наследства. От ваших родителей. От того, какой этнической группе принадлежите. Сколько поколений у вас отслежено? И кто? И кто, собственно говоря, от чего умирал? То есть существует огромное количество разных причин, по которым человек может умереть. С чем вы занимаетесь? Где вы работаете? Не, не умереть. В смысле в сознании быть нового, чтобы мозг не так... Мозг надо тренировать. Мозг – это самая ленивая часть вашего организма. То есть если... Вы попробуете вот учить китайский. Вам тоже захочется убрать снег. Ну, если получится получить китайский, то... Ну, это один из вариантов. Не обязательно. Может быть, вы погрузитесь в математику высшую и начнете заниматься сложными дифференциальными уравнениями и получать это удовольствие. То есть стараться напрягать мозг в прежний раз? Надо работать с мозгом, чтобы он занимался не только обслуживанием вашей мускулатуры, как у физкультурников, но и обслуживал различные интеллектуальные вещи. То есть решал интеллектуальные задачи. Будете его использовать гармонично. И физкультура, и мозг для того, чтобы думать. Он сохранится хорошо. Это в книжке «Изменчивость и гениальность» даже привожу. Того, кто не использовал мозг. Это из работы Кинца. Там был такой занимательный человек – извозчик. Ну, понятно, что извозчик. Я надеюсь, вы не практикуете поедание черного хлеба с водкой ложкой. Ну, такая, да, такая практика. Если согревает – хорошо. Правда, на интеллект плохо сказывается. Вот у него сосудов было в пять раз меньше, чем у преподавателя математики некраса. Ну, вот вам и все. Преподаватель математики, умерший в таком же возрасте, имел более ясный угол, потому что и пользовался. А извозчик пользовался взрослым, а не мозгом. Ну и все. Разница – работайте мозгом, все будет хорошо. Давайте вот так делаем. Дорогие друзья, вот мы сейчас еще один вопрос. Вот вы хотели вопрос зададим, и потом мы будем переходить к автограф-сессии. Сергей Вячеславович, вот я насколько понимаю, внедрение в нашу жизнь социальной технологии церебрального сортинга влияет как бы на финансовые существительные деньги? Нет. Деньги тут ни при чем. Слушайте, это десять лет назад стоило где-то в районе трех миллиардов долларов. Это вообще ни о чем. Мелкие деньги. Ну вот сейчас это в три раза, если не на четыре, меньше. Политическая боль. Ну представьте себе, что у вас уже есть тридцать миллиардов. Вы их спрятали в подушку такую большую. Ну вот. А вам говорят, давайте сейчас вот вы потратите деньги, вложите, будет церебральный сорт, мы заодно и вас проверим, что у вас там в голове. Заодно ваших детей. Может вам эти тридцать миллиардов не нужны? Вы тут ни при чем. Понимаете? Когда у людей к людям появляется впервые объективный, я подчеркиваю, объективный, а не психологический подход, когда человек будет заниматься тем, чем он способен, что ему нравится, это в целом для населения очень хорошо, потому что люди будут счастливы, потому что вы будете счастливы заниматься тем, что у вас хорошо получается или нет. Если вы отлично будете делать то, к чему вы приспособлены лучше всего. Но не хочется, не делайте, ладно. Ради бога. Занимайтесь тем, что у вас не получается. Может быть, какой мазохист. Ну, хорошо. Но когда у человека появляется возможность, например, выдающиеся летчики, выдающиеся математики, выдающиеся, в конце концов, токарь, который может сделать то, что другой никогда в жизни не сделает, не с помощью числового программного станка, а вот ручками. Это до сих пор очень востребовано, таких специалистов единицы. То есть, если мы будем отбирать по способностям реальным человечеством, то эти люди будут получать огромные преимущества. Но тогда есть и обратная сторона умная. Выяснится вдруг, что банкирами не специалисты в основном работают. Что с ними делать, а с их детьми? Что делать? Мне было просто в обсказано в свое время. И до выхода первого тома книжки «Изменчивость и гениальность». Все очень хорошо. Но что мы будем делать с нами самими? Потому что люди понимают, что уровень их некомпетентности они давно прошли. А второе, что, собственно говоря, будет с нашими детьми? Они никогда не займут ни одной высокой должности. Да уж быстрее всего способность у них как бы посредством. То есть вот в чем дело. Политическая воля нужна. Это должна быть политическая смелость, сделать так, чтобы, например, отобрать выдающихся инженеров и создать оружие будущего. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.